всем привет вы на канале джонни кэдсуал это обзор на британские смеси от урня дейлинг версия с уникальной модернизации боевой части увеличенной массы продолжаю делать обзоры на уникалки бросить тебе понравится ставь лайк и подпишись на канал давайте коротко пробежимся по ттх британца и так живучесть 24300 плюс есть хилки и дымы в целом и сменится убить сложно потому что постоянно отсвечивается и может встануть боеспособность артиллерия три башни по два орудия калибром 113 миллиметров очень низкорострельные 2 и 5 стоки перезарядка плюс будет работать бесстрашный дальность я раскачал до 15 целых километров это не для всех я это беру в рандом стоковой здесь 12 8 по моему и в принципе хватает можете кататься такой дальностью баллистика уже чем больше твоя эсминцев но как бы лучше чем американская однако попадает на 15 километров будет проблематично но по линкорам можно рабочие же дистанции километров 10-12 предельная орудие быстро наводится при этом круто на 36 градусов проблем с наводкой никакой уже не фугас 1730 поджог 9 процент может сделать 10 и пробивает они 19 миллиметров то есть надстройки есть также в башке они неплохие потому что быстрый взрыватель и за счет этого можно вблизи спокойно распилить эсминцев именно башками так вы быстрее убьете они будут заводиться дэринга не также хорошо пробивает и казематы и в борта используйте бэбэшки в общем по итогу орудие злы это дпм это количество стволов и вблизи вы убиваете почти всех эсминцев либо не оставляете им п при этом и на средне дальние можете по заливать линкорчики торпеды 10 торпед с возможностью кстати подробного пуска это британская фишка и так благодаря уникалки здесь опыта урон вместо 16000 19 это достаточно больно уже приближаемся к японским торпедам по дамагу и также перезарядка не 120 секунд а 100 то есть быстрее торпеды еще и к дэшится однако дальность остается все той же 10 километров скорость от 2 узла и заметность 1 и 3 уникалка просто улучшает ваше второстепенное вооружение потому что дэринга тгк и сменится торпеды здесь играют роль второго плана но за счет подрубного пуска можно вблизи потопить линкор тем более урона будет еще больше и даже скорее всего хватит урона на ямато либо кремль ну или кидать паровозик стоячую москву или домой но на десятом уровне дальности все-таки торпед немножко не хватает есть комитетом не так много по дэринга достаточно слабая максимум поможет бить лампочку либо немножко покоться самолеты восьмого авика маневрность проблемы эсминца главный этого максималка он очень медленный здесь всего лишь 368 предельная скорость при этом отсутствует форсаж однако циркуляция прикладка шикарные сменится ловкий юркий маскировка британца полной прокачки с не ошибаюсь 6 километров если поставить и просто уникалку будет где-то 64 если пойдете без модульки либо ярко на инвиз будет 66 а у меня 7 потому что меня не стоит перка и взята уникалка в рандоме это допустимо абсолютно если играете исключительно на урон но вам будет сложнее сближаться и не читайте эсминцев однако в рангах либо кб такая сборка будет недопустима оснащение дэринга британские дубные шашки 7 зарядов быстро рассеиваются но при этом быстро переряжаются очень удобно их ставить потом перемещаться в другой точке ставить и заливать линкоры либо отсыщиваться от авика либо ходить от вражеских эсминц и дорога обнаружить корабли торпеда три километра работает очень долго 198 секунд дэринг сам по себе ловкий а еще и гапом свечи все торпеды практически никогда их не ловишь и хилки три заряда супер тендантом и так сборка сейчас это моя мейн сборка во второй слот и можете взять гидрогап таки дэринга дгкс минс поэтому качайте здесь точность разгон вшит поэтому берите рулевые машины и уникалка пила за 19000 очков исследования боевая часть увеличенной массы ставится вместо классическую инвиза который дает 10 процентов маскировки здесь же будет у вас 5 процентов маскировки то есть чуть хуже да на половину м инвиз но урона поется у торпед на 15 процентов еще и перезетка на 20 процентов работает примерно как уникалка на зетку и рящуть маскировки но при этом улучшаются торпеды твоего вооружения хоть и второстепенно я считаю вполне отличная уникалка для рандома ну по крайней мере она корабль делает чуточку сильнее и сборка кэпа это моя конфигурация вам понадобится здесь три навыка на третьем уровне супернант хп и отчаянный дальше бесстрашный на 4 вы можете взять либо какие дальность но это вообще не для всех принципе 12 и 8 хватает тогда берите маскировку играете с уникалка больше из 4 абсолютно нормально либо например возьмите радиопеленгацию и осмотрительный как вам нравится все индивидуально собрали британцев погнали спать бой и делать выводы карта море надежды и так проверяем дейлинг с уникальной модернизации ну и какие выводы делаю уникалка в рандоме будет полезно она улучшает ваши торпеды это второстепенное вооружение но дело их чуть лучше то есть ты выиграешь кд на примерно 20 секунд и еще в уроне это где-то зарешает скинешь быстрее в пролив выиграешь тайминги и потопишь противник ну или хватит урона допустим скинуть в линкор паровозиком или в москву домой ну и также если смит словит такую торпеду в домах ему будет крайне больно потому что это уже почти 20 тысяч и возможно вы его шотните расплаты за эту уникалку будет чуть потеря в маскировке но работает это примерно так же все как и на z52 чуть-чуть теряешь в инвизе то улучшаешь свои торпеды эта уникалка будет полезна исключительно для рандома потому что в другие режимы нужно дейлинг full инвизе например ранги либо кб и там даринг будет полезен на роль перехватчика поэтому уникалка для случайных боев однозначно но я ее рекомендую и сейчас я с ней буду играть в главной сборке конечно дейлинг гк эсминец и у вас будут бои где вы вообще не попадете торпедами и по сути уникалка вам не пригодится но все равно потенциал корабля усиливается так стоит ли ее брать если вы играете на дейлинге и у вас есть бюро исследований он идем дальше до типа рассматривайте уникалка не перестепенно есть и другие поинтересней при этом вы должны быть готовы играя чуть-чуть ухочным инвизом и если вас то устраивает то уникалку приобретайте можете конечно по фанции вообще full даринг торпеда играть но уникалка не сделает его торпеда смысл потому что дальность здесь не поднимется торпед соответственно это все те же 10 километров которые на 10-м уровне ну не особо высоки уникалку лучше брать если ты прям четко умеешь играть в дейлинге с гк 2 комфортно было допустим играть с инвизом 6 6 ты экономил 4 очка к по местным избал что более полезное и в таком случае уникалку бери вот у меня инвиз 7 километров но в этом бою он мне не никак не помешал зато как видите убил миссури но по сути я бы и в обычной сборке убил также миссури тем не менее ваншот линкора американского торпеды здесь удобно скидывать так поштучно и вблизи дейлинг от этого очень опасный я сейчас их вел на перезарядку кнопка f они мне нигде не пригодятся ближайшее время 55000 урона вот такая уникалка она прикольная чуть-чуть лучше сделать дыринг однако берите постепенно уникалки кучу других кораблей это прям совсем ну одна из последних и я наверное уже все уникалки которые хотел которые улучшают корабли на своем аккаунте купил будем ждать новые но однозначно мой вердикт уникалка как бы будет лучше делать британцы если вы готовы играть без анвиз полного ну окей идем дальше сейчас буду заливать монтану стреляем конечно зажимом уходящим целям все-таки немножко проблемно попадать но вполне можно за счет высокой скорострельности корректируешь упражнение просто заливаешь полезно будет здесь и раскачать пожарчик рации их ставить что касается дейлинга рекомендую прокачать абсолютно всем также новичкам может вы получите шикарнейший универсальный эсминец у которого много плюсов этой пушки злые этой торпедки и поштучно кидаем это и живущий с неплохо счет дымов и хилки мы его метрость он вполне востребован в турнирах в б м пранках габаританцу вопросов нет явных минусов у него также ну практически нет заключением у медленной скорости и слупочности все-таки скорость 36 узлов но это слишком мало это мешает быстро по карте перемещаться где-то догонять цели где-то уходить но зато тебе хорошая перекладка рулей циркуляции есть еще и габ он не ловит торпеды пишите в комментариях что-нибудь и про дэрика про уникалку поверьте я могу с профессиональной точки зрения ценить эту уникалку потому что на дэринге меня боев много отличная средуха и вот зашла на в мэйн сбор надо поджечь американца после прожать аварийки она конечно не там долгое от 30 секунд наносит высокой скорости ждем просто новый пожар противника остается мало цели бой принципе выигран случае чего я здесь могу разобрать и французский эсминец калибер ударинга действительно пушки злые вблизи убиваешь ну практически все 9 8 эсминцы и большинство десяток выпиливаешь также можно их и в гапе ну гапом подпушить в домах все-таки на три километра габ конечно это мало но это на километр дальше чем рентген это рентген кто не знает это когда корабли из двух километров гарантирован засвечивается даже если не за остров здесь моя артхаусная сборка с дальностью пригодится потому что я могу перекидывать этот небольшой остров и давать в кикурю но японцы палубы конечно барнированная стараемся выцеплять ему ангарчик и какие-то там крошки урона заносим однако сейчас японец отсветится хочется мне еще вампирчик себе купить это почти тут же дэринг но с другими характеристиками другими расходниками дэринг я кстати считаю будет лучше чем эсминца друже потому что хилки любой показательный как видите урон я набил за счет гк там торпедами убил миссури но по сути я был и так убил торпедами и без уникалки но тем не менее уникалка ну чуть-чуть просто делает корабль сильнее да там параметра торпед скажем так у тебя не 50 допустим 55 если перевести на условные цифры конечно в комментариях ты можешь написать что бесполезно уникалка и ты отчасти будешь прав потому что она ничего прям нового не вносит но если вдуматься она делает сильнее корабль в целом да и наш берем если делает лучший корабль покупаем уникалки дальше наверно будет на кремль и на петропавловск ставь лайк если хочешь чтобы быстрее вышли обзорчики вот там уникалки явно покрасочнее поконтрастнее на фоне дэринга не очень кстати понравилось на кремль уникалка разрабатывают на эльбинг и еще на вермонт с голландским хауден лео блоги разработки есть вся подробная информация на америкос и на крейсер голландии там прям очень интересные по цифрам уникалки поэтому копите свои очки исследования лучше всего сбрасывать как вы помните хуругома это сам дешевая ветка сейчас кстати x2 обновился то есть вам хватит одну ветку сбросить и вы получите 20000 для уникалки новый и также можете например сбросить шлифина докачать до за это нам и свободку и пойти по трансильванию с бустами не портить стату просто убивать ботов и качать себе десятку шлифина и избивать очки следы и так 155 тысяч будет заканчиваться не успеваю обогнать бэнхом и он торпедирует хакуриум занимаю первое место про флайк подписывайся на канал или уникалку на дэринг с вами был джонни успех крутых боев всем пока